Привет, друзья! Сегодня пятница, а это значит, что мы едем на рынок Фуншали. Привет! Фермерский рынок, который происходит каждую неделю по субботам и пятницам. В пятницу до трех часов дня, в субботу до двенадцати. Можно купить свежие овощи и фрукты от фермеров, а также свежую рыбу, которую только сегодня ночью выловили наши рыбаки. Собственно говоря, отсюда, друзья, начинается центр Фуншала, как вы видите, аллею. И вот здесь в среду биорынок. Фермеры, которые выращивают фрукты и овощи на биополях, именно по средам выставляют здесь свои овощи. Ребята, обратите внимание, сегодня есть в продаже морской язык. Это разновидность камбалы. Посмотрите, у нее глазки расположены с одного боку. При запекании или при жарке это очень-очень вкусно. Ну и цена, соответственно, довольно высока. А вот это настоящая карбала-тюрба, да, и здесь хорошая цена, именно потому что она свежая, только сегодня выловленная. А это наш модерианский тунец, он не очень большой, и обычно его рыбаки продают тушкой. И для обычного европейца, на самом деле, да, по довольно-таки смешной цене, по 2,99, по 3,99 за килограмм, то есть чего обычно ни в каких европейских магазинах не увидишь, но нужно брать целую тушку. Если у вас большая семья, то это довольно-таки легко употребить и довольно-таки легко приготовить. А это, собственно говоря, гордость Мадейры. Это рыба и шпада. Ее вылавливают на глубине 100 метров, поэтому у нее немного выпуклые глаза под давлением, они выкатываются. Мясо у нее белое, без косточек, прозрачное. И вот сейчас мы видим, как ее разделывают. Очень нежное и очень вкусное мясо. Это прям модерианский деликатес. Тут же мы видим модерианского трубца. Самая вкусная часть, естественно, животик. Это та часть, которая идеальна для запекания и для нежного тартара. Здесь довольно стандартная португальская витрина с рыбой. Это бодеял. Стандартная рыбка, очень вкусная для запекания. Это маленькие паргу, маленький вид. У них еще не оформился вот этот нос. А уже у больших особей и зубки есть, и достаточно выпуклая часть головы. Очень хороша в запекании, очень вкусная. Ребята, здесь очень интересно посмотреть. Это желудок, блюжка, большого тунца. Вот это идеально для хорошего сашими, для поки. Прекрасно подойдет. Вот эти куски, безусловно, можно взять на сашими, на тартар. Будет очень хорошо. Посмотрите, какой прекрасный красный цвет. Это абсолютно свежий тунец. Но, к сожалению, фуловлен не на модели, это канарский тунец. Вот, в модели он гораздо крупнее. Мясо у него насыщеннее. Косточка посередине, хребтовая, гораздо больше. Но это действительно очень свежий и хороший тунец. Сейчас у нас сезон авокадо. И если походить, поискать, посмотреть, то можно найти по цене от евро за килограмм до двух. В зависимости от его размера и сорта. Также сейчас сезон аноны. Это средиземноморский фрукт. Он полон витамина С. Его мякоть напоминает нечто среднее между дубникой, бананом, спелым виноградом. Очень полезный и очень калорийный. Также сейчас сезон папайи. Она продается, как правило, зеленая или зеленовато-оранжевая. И доходит еще у вас дома в течение двух-трех дней. Друзья, на нашем рынке также можно купить прекрасные орхидеи, которые здесь прекрасно растут. Им очень комфортная для них среда. Есть разные виды. Также это наш национальный фрукт. Вот эта драцена. У нее плоды вырастают в шишечки такие, которые модерянцы едят. Чистят и едят. Друзья, хотела рассказать, что вот это семена перца, который здесь произрастает. Казалось бы, по форме и виду должен быть острый перец. Но нет. Это обычный красный перец. Небольшой, но с невероятно интересным вкусом и ароматом. Друзья, сейчас у нас сезон цитрусовых. И в том числе я хочу обратить ваше внимание на лимоны. Буквально в этом году научилась делать потрясающие лимончелло. Из них тонким слоем срезаем кожицу, замачиваем на спирту или на водке и получаем очень вкусную лимончелло из настоящих цитрусов. Друзья, а теперь давайте подробнее посмотрим на те виды цитрусовых, на те виды маракуйи, которые существуют на модели. Вот это стандартный вид маракуйи. Она очень сладкая, она полая внутри и имеет абсолютно классический вкус. А вот здесь называется томат англейш. Это смесь маракуйи и обычного томата. Лично мне очень нравится ее использовать в салат. И количество витамина С в этом фрукте просто зашкаливает. Как вы знаете, символом фуншала является фенхель. Вот это растение здесь произрастало очень давно. Зачастую его путают с укропом. Но нет, найти укроп на модели практически нереально. Друзья, это тот перчик, о котором я вам рассказывала. Он невероятно вкусный, не горький абсолютно. Ну, вот столько нам на сегодня достаточно. Ребят, как ни странно, но найти обычный зеленый перьевой лук на модели это большая удача. Поэтому берем. Ребят, мы, конечно, здесь избаловались. И вот эти авокадо по 2,50 – это грабеж для нас. Ребята, как и везде, нужно знать, что все, что продается в центральном проходе, всегда гораздо дороже, чем в каких-то отдаленных местах. Поэтому идем туда. И там настоящие крестьяне, которые с своего огорода привозят овощи и фрукты, по совсем другим ценам. Ребят, вот абсолютно маленькая нона продается по евро 20. Прекрасные. Через пару-тройку дней они будут сладкие. А вот эту палатку я особенно люблю. Это шпинат. Прямо селдрэш. Селдрэш? Селдрэш. 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 А-а-а. Большое спасибо. Большое спасибо. Если мы ем по особу. Большое спасибо. Я понимаю, что это? Это что? Листья капусты. Ага. Так скажи. Да. Давай. Ребят, я прошу прощения, я ошиблась. Меня поправили. И большое спасибо за это нашей тетушке. Это листья капусты. Ее тоже используют для приготовления супов, различных запеканок, для тушения. Очень вкусная вещь. Я пробовала, но не знала, что так называется. Это уже привычные нам листья капусты. Тоже используются. Обожаю эту палатку, потому что есть такое количество зелени. Посмотрите. Прямо радуется все. Посмотрите, продолжается листья капусты. А вот это вот шпинат местный. Водяной шпинат. У него достаточно плотные листья, но в пюре или в какие-нибудь запеканке потрясающе. Очень вкусный. А вот, собственно говоря, так выглядит не магазинная папайя. Да, она разной формы абсолютно. И местные стараются покупать более желтые плоды, которые вот этот, например, будет готов уже дня через два. А вот эти зеленые, они, наверное, в течение недели уже дозреют. Друзья, вы пока не знаете, но на самом деле, я должна признаться, я фанат помидоров, томатов. Я их могу есть чем угодно и в каком угодно время суток. И вот эти достаточно дороговато, но они того стоят. Они действительно потрясающие. А вот эти помидоры, как бы ни казались они неприглядными, но они невероятно сладкие. Но самое главное, я их беру для того, чтобы их вялить. Небольшие помидорки, вот раз мы с вами их купили, значит, мы будем обязательно их вялить в следующей серии нашего сериала. Убираем небольшие сладкие. Я точно знаю, что они сладкие. Цена приятная. Друзья, мне повезло. Я нашла раскрытую анону. Вот, собственно говоря, как она выглядит. Белая мякоть, плотная, кажется жирной, и черные косточки. А запах потрясающий. Друзья, а это буквально мое открытие года. Это питанга. Это ягода, которая произрастает на небольшом кустарнике, имеет очень, на мой взгляд, интересный вкус. Что-то кисло-сладкое, с верховатыми нотками. Невероятно вкусно. Сейчас уже 3 часа дня. Рынок закрывается. Рыбный рынок уже закрыт. Там уже моют прилавки. Здесь продавцы тоже расходятся. Цветы куплены. Продукты, фрукты, овощи тоже куплены. И до следующей недели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok